СОЮЗ ЧИТАТЕЛИ Год литературы. Перелистываем самые яркие страницы 2015-го и учимся читать между строк. Виталий Кальпиди. Когда мы читаем, мы бессмертны. Интервью с поэтом, которое нужно смотреть с карандашом и блокнотом в руках. Сразу объясню про карандаш и блокнот. Просто закальпить и хочется записывать. Настолько ярко, образно он рассказывает, просто делится своими соображениями. Хочется записывать сборников аризмов. Весь год в этой студии мы обсуждали самые яркие, самые спорные, самые заметные события в мире литературы. Говорили о культовых книгах, спорили о популярных жанрах, знакомились с авторами. Сегодня пришло время подвести итоги. Сначала наш традиционный дайджест. Коротко сейчас я расскажу о самом важном в 2015-м. Начинаем. Сначала об открытиях. В уходящем году в Нижнем Тагиле открылся дом Булата Куджавы в китайском городе Хейхе. Памятник Александру Пушкину. В Архангельске памятник Казьме Пруткову. В Петербурге Ольге Бергольц. В Ишиме Петру Ершову. Начат сбор средств на отливку памятника поэту Самуилу Маршакову в Воронеже. Теперь о круглых датах. К 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского в Питере на один день открывали его музей-квартиру. Очередь стояла на два квартала. Юбилеи были у ганца Христиана Андерсона, Жан-Поля Сартера, Михаила Зощенко и Сергея Есенина. Новые книги в этом году вышли у таких культовых писателей, как Харуки Мураками, Чак Паланик, Фредерик Бекбедер и Борис Акунин. К сожалению, Терри Пратчетт уже не напишет новые книги в 2015-м из жизни. Также ушли писатели Валентин Распутин, Юрий Мамлеев, писатель-сатирик Аркадий Арканов и автор повести «Чучело» писатель Владимир Железняков. Из курьезов года чеченский писатель потребовал у Джеймса Кэмерона 1 миллиард долларов за фильм «Аватар». Руслан Закреев обвинил режиссера в плагиате. Сказал, что Кэмерон украл у него идею этого фильма. А теперь начинаем разговор. Итоги года литературы. Что это было, как это было, зачем это было, обсудим прямо сейчас. У нас в гостях замечательные спикеры и эксперты. Евгений Зашихин, литературовед, главный редактор издательства «Урфу». Здравствуйте. Елена Швецова, менеджер по продажам книжного издательства «Эксмод». Здравствуйте. Александр Бисеров, директор издательства «Гонза». Здравствуйте. Бывшая у «Фактория», всегда у нас так в скобочках значится в «Ситре». Олег Багаев, российский драматург, главный редактор журнала «Урал». Здравствуйте. Для начала помогите разобраться. Был объявлен год литературы. Мы под этим лозунгом весь год жили и посещали какие-то мероприятия, что-то делали. Это для чего было? Основные задачи – взять и объявить год литературы. Это зачем, Евгений Степанович? Чтобы все сели, стали читать книжки, чтобы в библиотеках выросло число... Вы же понимаете, что литература, как создание произведений художественных, произведение художественной словесности – это одно. И год литературы, как цепочка мероприятий, как некий организованный литературный процесс – это другое. Но вот задача у этой цепочки, а не в чем? Для меня два есть персонажа этого года литературы. Это Владимир Путин и Василий Сигарев. Пусть то, что я скажу, имеет косвенное отношение к литературе. Хотя почему косвенное? И первый сочинитель, и второй драматург, и тексты их нетленны, и сюжеты у них сильные. Вот смотрите, Путин подписал указ о том, что то, что происходило на Красной площади в конце мая, начале июня, вот этот... Большая книжная пустовка ярмарка. Да, ярмарка, когда не был, он будет продолжен в следующем году. Это замечательная вещь, это, по крайней мере, говорит о том, что у нас нет компанейщины. Что смешно в нашей литературной стране, литературно-центричной, живущей на литературе, смешно делать год литературы как таковой. А то, что это будет продолжаться, это замечательно. То есть каждый год у нас должен быть годом литературы по умолчанию, без всяких промышлений. А Василий Сигарев просто в силу своей гениальности, наверное, очень поймал, замечательно поймал тренд. Вот есть такая реклама, ее на всех каналах она идет, там какой-то незадачливый автор приезжает в провинцию, его сопровождает Баширов, известный такой шипсдик-пьяница, этого оплуа его киношная. И вот он, писатель, приехал без ручки, но ему какая разница. Ту прозу, которая звучит с телеэкрана, ее можно и без ручки написать. А Василий Сигарев в «Стране-03» показал такого же писателя в окружении такого же, там вот этого героя Дюка играет тоже Баширов. И, кстати, очень многие там реплики, которые в сценарии были. Там дело в том, что писателя, который реализатор в киоске на Тарфоризов, это Андрей Ильинков, это вот сотрудник редакции «Урала», который... Это заведующий отделом... Зав. отделом прозы, да, извините. Который вот, один из авторов сценария, он играет писателя. У нас просто есть... Я к чему это привел? Потому что Сигарев показал писатель, который как бы мы не видим, что он пишет. Он пишет для кого-то, ну, ближайшего окружения. Может быть, книги не выходят. Но ведь такая литература тоже есть. И это тоже литература. Вот я... А про книгоиздательство? Да, если ответить маленькой репликой на выступление Евгения Степановича, то я бы сказал, что год литературы как раз возник именно потому, что Россия перестала быть литературоцентричной страной. И, наверное, потребовалось такое вот внимание, привлечение внимания к смерти литературоцентричной России. Я считаю, наверное, вот так. Именно поэтому год литературы у нас не будет каждый год. И можно сказать, что это некоторое такое концептуальное итоговое состояние. Тогда у меня остается у Олега спросить, а что, толстяки разве не будут продолжаться как фестиваль? Одно другому не противоречит. Конечно, одно другому не противоречит. И очень правильно вы говорите. Я, Евгений Степанович, конечно же, не поддержу ваш оптимизм. В смысле понимания года литературы как абсолютную удачу. Мне кажется, год литературы – это, конечно же, год неиспользованных возможностей. Не авторами, да? Не поэтами, не прозаиками, не драматургами, а государством. Потому что, как мне кажется, и я в этом абсолютно уверен, надо намного больше уделять внимания литературе и поддержке писателей. Намного больше. Вы каждый месяц, каждую неделю получаете десятки рукописей от самых разных авторов. Вот какие-то обозначите здесь направления? Расскажу очень интересно нашим телезрителям. В какой-то момент я оказался в театре на одной из презентаций книги. И вдруг я вижу, что Осло – достаточно небольшой город. Кстати говоря, по нашим меркам. И население этой страны не очень большое. Вдруг я вижу какое-то невероятное количество писателей. Я говорю, господа, откуда же столько? И мне рассказывают удивительные совершенно истории. Это по поводу работы государства над сохранением того, что имеемо. В 80-е годы, когда вдруг в Норвегии поняли, что количество людей, пишущих норвезгском языке, невероятно мало, они что сделали на уровне государства? Они сделали следующее. Объявили большое количество грантов, то есть стипендий для писателей, людей, которые, как они думают, они писатели, поэты и так далее. И, конечно, 99% это были люди, мягко говоря, не пишущие, которые выставляли себе запишущих людей. Да, графоманы. Но 1% сохранился. То есть государство должно здесь работать. Литература не всегда, не сразу дает отдачу. Вы считаете, это такая нормальная схема? Финансировать 100%, чтобы один из них действительно какие-то достойные книги... Ну, конечно. Вы говорите, зачем выдумывать такие сложные конструкции, как русский мир? У нас есть русская словесность. Она у нас даже подготовлена идеологически, понимаете? А эти сложные конструкции, которые, в общем, почти все не понимают, кроме политтехнологов, они не работают. Есть русская словесность, есть великая русская литература, есть современная русская литература, понимаете? Это надо использовать государству. Если хотите получать отдачу, пожалуйста, действуйте, вкладывайте деньги в этих пишущих людей. Это чрезвычайно важно. И не удивляйтесь, что количество либерально настроенных писателей достаточно высокое. Потому что вы не увлекаете писателей в процесс, вы не помогаете им. Это важно. Я, если можно, Олега, дополню. Одна из неиспользованных возможностей этого года литературы действительно создание некой системы грантов, которые могли бы поддержать вообще, в принципе, работу писателей. В общем-то, если опять говорим о неких духовных скрепах, которые имели бы смысл или которые должны были бы существовать на том огромном пространстве, которым является Россия, вот одна из духовных скреп, это действительно литература, которая, в общем-то, и ту роль писателей, которые привычно играют в России. Но сегодня издательство, вот вы попросили меня рассказать, сегодня издательство, все переживают крайне нелегкие времена. Понятно, что в той ситуации мы будем говорить, какую бы мы тему ни коснулись, мы все равно будем переходить на тему социально-политическую, которой мы все сейчас так или иначе вынуждены жить. И понятно, что в этих условиях денег на книги практически у людей не остается. Но и, соответственно, в первую очередь страдают уже писатели, которые не получают хоть какую-то, назовем так, монетарную оценку своей работы. Это, в общем-то, действительно очень нелегкий труд. Но и вы, в том числе, в этой студии не раз говорили, что 3-4 писателя в России, которые живут действительно за счет своего ремесла или искусства, чего угодно. Остальные... Да, да, я по-прежнему считаю, что, в принципе, жить писательским трудом в России невозможно. Но это и в мире невозможно, в общем-то, достаточно трудно. Только единицы... Тем не менее, у Игоря Сахновского вышла новая книга в этом году? Вышла прекрасно. Мы же говорим о разных вещах. Мы говорим о том, что сложно быть писателем и сложно заниматься писательским ремеслом, писательским трудом. И грантовые поддержки здесь действительно очень важная составляющая. Государственные грантовые поддержки. Нуждать от государства в сегодняшних условиях поддержку, наверное, бессмысленно. Мы тоже это прекрасно понимаем. И мне кажется, что тема года литературы, так же, как и тема условно ЖКХ, это некие симулякры, которые только закрывают какую-то реальную действительность, которые прикрывают таким лоскутным одеялом ту плачевную ситуацию, наверное, которая существует, в том числе... Про ваш бизнес и про вашу отрасль. Вот очень коротко. Прибыло, убыло. Появляются ли новые издательства, открываются? Или ситуация такая на грани выживания? И скорее все действительности... Ситуация, я думаю, в общем и целом в отрасли на грани выживания. В каком смысле второй или третий год уже идет существенное падение по всем показателям, как по издательской деятельности, как по полиграфической деятельности, как по деятельности магазинов, книжных магазинов сокращается, книжные магазины сокращаются, их выручка. Так как я представляю отрасль практически на всех уровнях и на всех, ну, на всех звеневых этапах, я, в общем, говорю достаточно уверенно, что каждое звено издательства, оптовик, продавец, розничный продавец и читатель, они все испытывают проблемы. Читатель, заходя в магазин и останавливаясь около книжки, даже вот тут, допустим, Пелевина и Улицкой, которые стоят под 700 рублей, я знаю, что он уже задумывается, сможет ли он себе позволить купить. Нет, я сегодня купил вот эти две книжки в магазине убийства, я купил за 1200 рублей. Так давайте вот как-то все-таки пытаться какие-то оптимистичные находить. Ну, например, ситуация с нашим старейшим книжным издательством, ситуация с типографией «Уральский рабочий». Вроде как будто бы как-то разруливается и больше здания не продают. Давайте я расскажу немного про «Уральский рабочий», потом предоставлю своим старачникам. А потом, Евгений Степанович, вот как-то оптимизм прям вдохнет у нас. Значит, на самом деле с «Уральским рабочим» действительно ситуация вроде бы становится совершенно замечательной, а «Уральский рабочий» как типография, книжная типография должна сохраниться, и это лучшая новость 2015 года, потому что «Уральский рабочий» должен быть сохранен. Это прекрасное предприятие с прекрасными возможностями, которых на территории России остались считанные единицы. Может быть, она входит в стройку лучших предприятий России, как минимум входит в стройку, а мне бы вообще хотелось считать ее лучшим предприятием, книжным предприятием России. И якобы подписанное письмо Куевашев о готовности сохранить на областном уровне и гарантии сохранить типографию для Екатеринбурга и Свердловской области, это просто замечательнейшая новость 2015 года. — Замечательно. Вот достижение 2015 года. Еще одно достижение. «Толстяки на Урале», ну вот, что бы ни говорили, замечательный фестиваль. Ответ на вопрос все-таки, он будет в следующем году? Это традиция уже у нас? Все, мы говорим «Толстяки на Урале» и наш бренд. — Фестиваль «Толстяки на Урале», это объявлено губернатором, фестиваль будет ежегодным. На самом деле это чрезвычайно важно, это чрезвычайно продуктивно и полезно. Вы знаете, когда мы закончили фестиваль, мы сели ряд коллегии и стали думать. Окей, очень хорошо, очень здорово, что мы провели этот фестиваль, но что же мы получили для журнала нашего конкретного уровня? Вы знаете, для нас, включая в материальном плане, мы не так уж и много получили. Но, как нам кажется, для общей атмосферы и литературной в том числе мы кое-что сделали. И очень важно, чтобы этот фестиваль был ежегодный. Понимаете, это очень важно говорить о литературе, как о процессе духовном, и это чрезвычайно важно. И еще раз говорю, что государство никогда не прогадает, вкладывая в деньги в литературу. — Лена, а вот эти страшные цифры, вот ты 1200 за две книжки Игорь Степанович отдал, как на читательском спросе вообще отражается? И вот как можно проанализировать интересы читателей? Они как-то в 2015-м изменились? Что востребовано, что популярно, что сдает позиции? Вот здесь какие есть? — Я думаю, что интересы-то остались прежними. Просто если... — Вот почему такая популярность? — Я вообще за то, чтобы люди читали. То есть, ну, наверное, нам всем хватило в школе, когда нужно именно что-то было читать обязательно. То есть мы сейчас уже не в школе, и мы читаем то, что нам нравится, то, что нам необходимо. Как мне говорил мой знакомый, я понимаю прекрасно, что за свою жизнь я не прочту все те книги, которые хочу прочесть. Я вот после этой фразы задумалась, думаю, действительно, вот надо свой, как бы, список, ну, более предметно подходить к этому. И поэтому те, кто читают детективы, они, конечно, их читают. Те, кому интересна фантастика, они читают фантастику. Кто читает современную прозу, они обязательно отслеживают новинки, в том числе книги тех же лауреатов литературных премий. Теперь это тоже, можно сказать, что модно и охотятся за этими книгами. И те, кто читают зарубежных авторов, они, конечно, тоже отсматривают, отслеживают. Может, старые какие-то книги не прочли, прежние произведения. Какие-то новинки интересны людям. — Ну, сказать, что какие-то жанры умирают вот по читательскому — Я бы не сказала, единственное, что-то новое, но это не столько книга, вот сейчас новое направление, арт-терапия. Я торопилась сюда, не успела образец этой книги сюда принести. То есть все мы настолько в нашей жизни уже заинформированы, да, то есть сейчас новое направление, то есть уже пришел домой, открыл этот альбом и можешь сидеть раскрашивать, мечтать, заниматься цветотерапией, в общем, ну, такое творческое направление. — Это скорее не литература. — Это не литература, но тем не менее, как бы на полке эти книжечки тоже есть. — Почему? Ольшковский, Улицкая, вот этот что за отбор? — Ну, во-первых, как я уже сказала, торопилась. Вот то, что я увидела в зале образцов, я схватила. То есть у Пелевина две новые книги вышли, да, двухтомник. Все равно есть читатели, которым нравится этот автор, и они читают его. Иванов тоже, эта книга достаточно... — Так говорите все равно, как будто Пелевин, вот как писатель, вы уже для себя его изжили. — Читают, читают, ну, просто я могу сказать, что это не мой автор, к сожалению, да. Иванова вот я читала, эта книга тоже гремела, когда она только... — А Владимир Старокин ваш автор? — Нет. Мой автор Улицкая. — Улицкая Степана Тьмая. — Вот, что же? — Вот. Крепость я пыталась прочесть, но вот как я уже сказала, у меня бывают книги, которые я читаю не с первого раза. Улицкую я прочла, я осталась от нее в восторге в полном. Во-первых, очень качественный текст, очень хорошо написан, и я считаю, что эта книга о всех нас. — А вот, между прочим, у нас Олежковский же был 8 декабря. — Я в рамках 5 минут рекламы, интервью с Петром Олежковским на сайте egburg.tv в разделе «Программа Союзской Татьяны». — И был совершенно замечательный разговор об истории и литературе, очень интересно, мне кажется. — Ну вот, вы сказали, что одним из главных событий для вас лично стала вот эта ярмарка-выставка на Красной площади. Если про местные говорить. — Я скажу, почему это было одним из ярких событий, а то из меня тут сделали мажора какого-то. На самом деле, просто формат поменяли. Москва приелась выставками, к сожалению. В Москве на сентябрьскую книжную выставку народ уже не ходит. Вот знатоки съезжаются на нон-фикшн. Все. Больше ничего. А провинция нормальных книжных вот таких смотрин, она не видит. У нас же нет ничего такого. Поэтому вот я сказал про этот формат. Мне просто он очень понравился. А если спускаться на уровень региональный, вот я, конечно, в большом восторге был от фестиваля «Толстяки на Урале», потому что не только вот, когда вот они все главные редакторы, я имею в виду толстых журналов, выстроились у нас в нашем драмтеатре и как-то представляли свои издания, это хорошо. Я вот обсуждение в Белинке, где просто каждый редактор был о своих проблемах и показывал место своего журнала в этом культурном, духовном пространстве России. И мы понимали, что беда-то и проблемы одни и те же. И самое интересное, мы понимали, что вот эта штучность существования журнала, его уникальность, это залог того, что он должен существовать. И не только в электронном виде, но и в бумажном. Это очень важный момент был. А вот что здесь говорили о грантах, я гранты, к сожалению, мягко говоря, недолюбливаю. Я вот из года в год вижу, что как всякое распределение в нашей славной отчизме, в отчизне это все очень лукаво. То получают одни и те же люди, то получают те, кому получать давно и никогда не надо вообще. Получают к юбилею, получают еще черт знает по какому признаку, и это плохо. Ну так вот говорят о том, что нужна система гранта какая-то понятная. Я говорю про то, что процесс у нас искажен, литературный. Так ведь процесс, как написание текста, его вхождение в круг чтения, это уже не это процесс. Сейчас процесс это проекты. Ты делаешь проект, ты разгоняешь серию, ты как-то себя выдвигаешь на премию. Сейчас вот все уреты премий. Господи, я криком кричал с одним другом своим, я назвать его не буду, потому что это Леонид Визифович. Мы с ним неделю ругались по телефону из-за Лавра Водолазкина. Ну позорная книга вообще, мягко говоря. А это ведь как бы одна из высших премий в стране. Вот когда так происходит, это конечно очень субъективно получается. Нобелевская премия, которая вызвала столько шума и столько ссор в социальных сетях, и не только в социальных сетях, по поводу Светланы Алексеевича, вы как к этому событию отнеслись? Отобрать. Отобрать. Я очень положительный отнес. Отдать битву, отобрать. Обязательно, конечно. Очень жалко, если серьезно говорить, что нет такой премии, связанной с русскоязычной премией. Очень жалко. Потому что, если бы у нас была адекватная премия, и, кстати, деньги очень много значат в стадии пиара премии. Потому что премии, как правило, даже букеровские премии, пулицеровские, это не те деньги. Надо быть щедрее, господа, связанной с нефтяным, в том числе и бизнесом, и так далее, и так далее. Я вот опять всю свою сторону кланю. Надо быть щедрее по отношению к литературе. Это очень важно. Это привичное искусство в отношении к кино, к театру, и так далее, и так далее. А вы ведь так и не рассказали, про что пишут. Про что с первого по 12 номер журнала «Урал» в этом году присылали, публиковали и знакомили. Ну, в первую очередь, конечно же, пишут о том, о чем писали всегда, любовь, ненависть, и так далее, и так далее. Почему? Вадим Дубичев написал про рябиновую революцию. Да, есть другие тексты, связанные с осмыслением того, что происходит сегодня. И, как правило, автор, может быть, даже неосознанно преподносит нам такую структуру хаоса, кстати говоря. Есть ощущение у людей творческих, пишущих, ощущение такого кавкианского происходящего с нами. Это не к тому, что мы хотим сказать, что происходящее неверно. Но просто авторы так чувствуют то, что сегодня происходит. Если говорить об Алексеевиче, мне почему-то хочется привести вот такой вот термин. Если про Сигарева, про сильную страну, у вас говорят, что это занимательная этология, то я бы на самом деле про Алексеевича сказал, что это сострадательная этология. Мне кажется, что это, в общем, премия вполне нашедшая своего владельца, оправданная. И еще одни громкие события. Вот эти онлайн-марафоны. Сначала все считали Чехова, Екатеринбург тоже очень активно включился в эту историю. Потом мы все считали «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Вот эти акции, как по-вашему, Елена, они сработали? Ну, вот опять же, на ту задачу стимулирования интереса к чтению интереса, к литературе. Я думаю, что отчасти сработали, потому что я по роду своей литературы общаюсь с библиотеками, с библиотекарями. И вот я совершенно согласна с коллегами в том плане, что если книга дорога, как вариант, можно пойти в библиотеку и взять ее бесплатно, почитать. Но опять же, общаясь с библиотекарями, я понимаю, что в год литературы очень многие в библиотеке были обделены средствами, и они не смогли пополнить свои литературные фонды. Касаясь вот этих вот больших мероприятий повсеместных по всей стране, я думаю, что это один из вариантов, опять же, привлечения в том числе молодежи уже к современным таким мероприятиям, где можно было, в общем-то, конкурсы среди видеороликов, да, можно было о себе заявить вот в формате этой темы, и опять же, проявить себя там с выражением, без выражения, прочитать кусок текста классического, заинтересоваться и, в конце концов, прочесть полностью произведение классика. То есть я считаю, что это все равно нужные мероприятия. Я, можно сказать, я просто резко выступлю против, потому что вот мне слово проявить себя показалось неадекватным. Люди надевают маски, играют в духовность, сейчас каким-то спонтом, зонтом читают там. На самом деле чтение – вещь интимная. Ты уединяйся с книжкой, с текстом. Почему нужна бумажная книга? Ты должен один на один быть. Когда все на публику, это напоминает мне 25-й год, когда Булгаков написал «Собачье сердце», когда там были спевки в пользу детей Германии. Не надо спевок, не надо этого коллективного всего. Ты читай нормально. Мы же перестали читать в школе вообще. Мы перестали тексты изучать. Вот то, что сочинения убирали. Ну какие еще хоровые чтения там? Какие эстафетные чтения? Ну это же, ну это литература. Не надо здесь вот это. Вот, кстати, я тоже, если позволите, две реплики. Вот если Евгений Степанович возражает против системы грантов, то вот система… Я против распределения? Система поддержки библиотек, которая, в общем-то, во всем мире развита, и пополнение действительно возможностей деньгами, возможности пополнения уже библиотечных фондов, на самом деле вот в год литературы, наверное, было бы совершенно оправдано. И создание системы, при которой, допустим, помощь издательством идет через выкуп определенной части тиража для пополнения библиотечных фондов, вот совершенно прекрасная система отработанная, прекрасно работающая во многих странах мира. У нас, к сожалению, она тоже никак не привьется и, в общем, никак не возникнет. Это первая реплика. А вторая, если позволите, я бы к 2015 году отнес бы еще очень важный юбилей, который состоится сразу в начале 2016 года, и программа, которая сейчас, программа этого юбилея разработана вот в последние два месяца это юбилей Осипа Емельевича Мандельштама, 15 января. И я считаю, действительно, вот замечательно, что государство, Министерство печати приняло огромное участие в проведении этого юбилея. Ну, я хорошо об этом знаю, потому что мы очень тесно сотрудничаем с Мандельштамовским обществом. Там будет огромная программа, и, в общем-то, можно отнести к 2015 году вот это вот создание этого и проведение, подготовка к этому юбилею и проведение его. Я к вашим словам прицеплюсь. Оксана, когда засчитывала хронику будущего года, она сказала про Воронеж, там будут делать памятник Маршакову. В Воронеже нет памятника Мандельштаму. Ну да, нет, 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 прекрасный будет юбилей. И вообще вот то, что сегодня даже на государственном уровне имя Мандельштама возвращается, и к нему относятся очень серьёзно. Я просто вот... Вот это одно из самых радостных и каких-то позитивных событий 2015 года. А в самой литературе, по-вашему, в 2015, что действительно такого значимого, заметного, настоящего произошло? Я про книги. Назовите какие-то авторы. Леонид Юзефрович, давнишний автор «Урала», опубликовал «Зимнюю дорогу». Я очень люблю его самодержимость в пустыне. Мне так показалось, что вот в плане овладения какой-то великой логикой истории, её философией, вот о том, что мы все равным образом, белые, красные, мы все проживаем в истории нашей страны, и мы все связаны в этой истории, и поэтому вот однозначно решать ничего нельзя. «Зимняя дорога» в этом смысле очень сильный текст. Просто... Ну вот тогда вот в таком режиме от каждого по какому-то такому открытию, откровению читательскому. Для меня стало открытие как раз книга Людмилы Улицкой «Лестница Якова», которую ждали очень долго, очень долго писалась эта книга, и в общем-то я в ней не разочарована, мне очень понравилась эта книга, я считаю, что её взрослые читатели должны прочесть и познакомиться с ней. То есть я говорю, что книга всё равно она со всех, несмотря на то, что это прошлые события здесь. Можно, скажем, читатели или читательницы? И читатели, и читательницы. Я не призываю, да, прям вот прочтите и всё, обязательно. Ничего, ничего, успокойтесь. Пожалуйста. Ну, на самом деле, я ещё Улицкую не прочитал, но я тоже почему-то жду от неё, от этой книги хорошего чего-то, очень сильных чувств, сильных эмоций, сильного впечатления, и надеюсь, что действительно у меня это состоится, это вот, прочитение этой книги именно с такими чувствами. А из того, что случилось, вот любая. А из того, что случилось, знаете, вот скорее я всё-таки говорил бы сейчас о каких-то книгах западных, которые я прочитал, в первую очередь Стоунера Уильямса, действительно восхищён этой книгой. Есть такая книжка, которая, наверное, мало кому, ну, имя мало кому что-то говорит, Джао Макабре, каталонский автор, я исповедуюсь, совершенно тоже на меня сильное впечатление произвела, вот как-то я всё-таки, наверное, этот год прожил больше с зарубежными авторами, чем с нашими. Я прочитал Иванова, я прочитал Крепость, я не прочитал ещё Пелевина, хотя думаю, что вот как раз за праздники новогодние прочитаю, ну, посмотрим, вот Пелевина, правда, и ругают, и хвалят, но, в общем, с Экзерина были. А вот эта тенденция зарубежно-отечественная, вообще, вот если оценивать читательские интересы, она какая, вот в процентах, там, 50 на 50? Ну, может быть так, может быть, немножко по-другому, отечественная литература читает больше, и зарубежная чуть меньше, но всё равно. Это, видите как, вот, я для отдыха всегда читаю детективы, и читаю их только американские, потому что там, по крайней мере, кроме всего прочего, там экшен такой сильный, и по мордам бьют. А если мне нужен наш детектив, я возьму Мишу Зыгоря, вся кремлёвская рать, и прочитаю перед сном, чтобы не спать. Прежде чем будет отвечать Олег, и позвольте, я отвечу, как человек, который знает внутреннюю работу книжных магазинов, зарубежная литература сейчас продаётся чуть больше, чем русская современная литература, но, в принципе, они сравнимы по продажам. Поэтому читают с удовольствием и зарубежную современную литературу, и русскую современную литературу, ну и классику. Вот видите, дорогие телезрители, как работает издательская мафия, понимаете? А здесь, видите, перечислили всех самых известных, всех-всех. Посмотрите, Улицкая, Пелевин, Прилепин, Алексей Иванов. Это всё замечательно, дорогие друзья. Ведь это же вершина, вершина айсберга. Я, конечно, понимаю, издатели, они склонны печатать уже бренды, да, скажем, это очень важно. Но вот в данном случае литературный журнал «Урал». В этом году у нас было более 700 авторов, понимаете, это очень большая цифра. И поверьте мне, что этот айсберг, он уходит глубоко-глубоко-глубоко вниз, и количество, и главное, качество писателей, пишущих на русском языке, оно вполне достойно. Я вот просто могу назвать из тех, кого вы знаете, но они, конечно, не соизмеримы по степени известности, с достаточно спорным автором Прилепиным, можем спорить. Ну вот, например, Аркадий Застырец, да, подборка поэтическая. Я не говорю о Кушнере, о Месяце, о Симонове, это ведь просто невероятно количество. У вас в Капошке и Юлии хорошая подборка была. Да. В прозе потрясающий молодой автор Кирилл Озёрный, вы, наверное, его знаете. Дубичевы говорили. Да, кстати, Кирьянова Анна. Это замечательно. Елена Ленковская, «По ту сторону покойника», очень интересный текст. Я просто многое вам не читаю. Жволевский, Евгения Пастернак. Из драматургии потрясающе интересный текст театральный, я думаю, что ждёт огромное будущее этого автора, Андрея Евстафьева. Также очень интересный текст драматургический, Злата Дёмина, пьеса «Сурмама». Она произвела на меня глубокое впечатление, очень серьёзное. Я могу читать очень долго, и также в рубрике «Нонфикшн», «Подшивалов после войны» очень много, но они неизвестны. Если бы государство, скажем, поддерживало в смысле издания книг этих людей, ну не может же литературный журнал всех всегда печатать. Мы отказываем массе людей. Но я понимаю издателей, они берут известных людей, потому что надо поставить на полку и так далее, и так далее. Но вот эти люди, которых я причислил, поверьте, они не менее достойны популярности и известности, чем те, которые у нас сегодня на столе. Если можно, я Олега буквально на секунду запомню. Действительно, Олег абсолютно прав. И в этом году состоялось, мне кажется, два замечательных события. Это выход книги Гюзель Яхина и «Зулейка открывая глаза». Это действительно дебютанка, перед которой блестящее литературное будущее. И мне бы очень хотелось тоже упомянуть книжку Валерия Золотухи «Свечка». Я считаю, что это великолепный роман, который… Нет, это действительно великолепный. Я не про это. Я сегодня повертел, повертел, посмотрел на цену, положил. Нет, великолепный роман. И я думаю, что имя Золотухи, хотя и, в общем-то, известно, и где-то так вот оно проскальзывает, но тем не менее, еще не заработала тот капитал, которого она достойна. Это действительно прекрасный и сильный автор. И вот уйдя в этом году из жизни тоже, тем не менее, он успел подарить всем нам эпохальный, на мой взгляд, роман. Но писатели, уходя, они все равно остаются. Они вот вечные. Нет, 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 потому что, дополняя Олега, есть прекрасные дебютанты, есть прекрасный автор. Литература не ограничивается только Улицкой, Пелевиным, Прилепиным и Алексеем Ивановым. Я от себя добавлю про Анну Матвееву и книгу «Завидное чувство Веры Стениной». Не успела прочитать новую книгу Игоря Сахновского. Она в печатном варианте вообще существует уже? Я не видел, кстати. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что весь год находили время, приходили к нам в студию, поддерживали эти важные, хочется верить, интересные разговоры. Слова президента, вот начали вы, человек года, президент Владимир Путин, вот он, закрывая год литературы, сказал следующее. Год литературы закончился, но хочется верить, что год культуры в России не закончится никогда. Вот пусть год культуры в России не закончится никогда. Наш эфир продолжит интервью с поэтом Виталием Кальпиди. У меня на этом все, увидимся, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова